Вот, а потом я уже разогреваюсь и как-то повеселее и посмелее веду себя. Я очень рада быть сегодня здесь с вами. Очень благодарна ребятам за то, что они организовали и за то, что так всё-таки организовали большую аудиторию такую, поэтому это большая, конечно, и ответственность, и радость перед вами выступать. И вам ещё раз, всем зрителям, участникам сегодняшней конференции, большая благодарность, потому что вы в этот майский вечер, у кого день, не занимаетесь своими делами, а вот нашли возможности и пришли сегодня на меня здесь посмотреть и послушать. Это очень приятно. Приветствую Талмата. Спасибо большое, Лидия. Добрый вечер, Мила. Спасибо, ребята, большое. Очень приятно, что вы здесь. И что, продолжим куда-то... Простите, пожалуйста, секундочку. Куда-то чат делался, я попрошу мужа поправить ситуацию, потому что компьютер его. Так, ну что, мне всегда... Я, позвольте, пару слов о себе. Мне будет удобнее говорить по подготовленным слайдам. Я буду листать и рассказывать о себе. Так будет, наверное, легче не сбиваться с идеей повествования. Вот. А немножечко, чтобы вы на меня посмотрели вживую, не на картинки, которые вы уже, может быть, видели в интернете. Что я могу о себе сказать? О том, что войлоком я занимаюсь, да, уже, пожалуй, лет 7. И очень стремительно я в это дело вошла. Могу сказать, что я такой вот, наверное, по натуре человек, что я не могу заниматься середины наполовину. Если мне что-то нравится, то я в омут с головой. И, собственно, я, как и произошло в данном случае с войлоком, тем более не заразиться войлоком созиданием, как я это называю, очень сложно, потому что это особый вид деятельности, особый вид заработка уже. И вот почему я хочу вам сегодня донести эту главную мысль, что не обязательно быть супер, скажем так, образованным в этой области человеком. Не надо, получается, образование там высшее художественное. Конечно, это не помешает. Конечно, лишнее образование не бывает лишним, дополнительное вернее. Но вот на моем примере вы можете проследить эволюцию становления, скажем так, мастера по войлоку. И еще 7 лет назад я не умела ни строить выкройки, ни рисовать какие-то силуэты для подтверждения с клиентами, с заказчиками. Ничего этого я не умела. Но что самое важное, это иметь желание всему этому научиться. Поэтому, как уже сказал Сергей, я постараюсь вас сегодня своим примером воодушевить. И вы, пожалуйста, в себе главное верьте, и у вас все получится. И кто знает, куда ваш настрой приведет, как это было в моем случае. Но вот до 7 лет назад я совершенно не занималась ни пошивом одежды. Максимум, что в моей было жизни, это, скажем, пошив на пупсиков в детстве, с маминых каких-то лоскуточков, с ее платьев, которые она когда-то шила, юбок, как вы знаете, в Советском Союзе ничего этого невозможно было купить. И все, женщина, наша мама, бабушки, тети шили самостоятельно. И ткани много не было. И вот что максимум можно было пошить, это вот на маленького какого-то пупсика что-то. И урок труда в школе, вот и все. А далее, далее был войлок. Я как-то в Москве, я работала тогда в Москве, у нас офис был на Октябрьской станции метро. Там Садыха, если вы помните. Я однажды зашла во время обеденного перерыва на рождественскую ярмарку, увидела эту красоту, подержала в руках. Это был палантин, как сейчас помню, большой горох. И я просто обалдела. И тогда вот я первый раз потрогала вещь войлочную. Но я тогда была офисным сотрудником, и для меня это была просто роскошь, делать что-то руками. Я думала, что на том, что очень нравится, на том, что ты очень хочешь делать, на этом совершенно невозможно ничего не заработать. У меня и цели такой изначально не было. Именно поэтому, когда я вышла второй раз замуж и запеременела вторым своим ребёнком в Москве, я кардинально сменила вектор своей жизни и пустила вот войлок в свою жизнь, и чему безмерно рада. Я прошу прощения, буду немножко попивать тут чей. Чтобы можно было нормально с вами говорить. Ну что, я предлагаю тогда сразу перейти к презентации, потому что она достаточно объёмная вышла, и я боюсь вас не утомить. Много я сделала, подготовила материала, поэтому на каких-то я буду быстренько листать, чтобы вы не скучали. И сейчас я прошу прощения, ещё один быстрый звонок. И хочу тем временем поблагодарить ребят за то, что они меня пригласили. Большая честь, большая аудитория, большая ответственность. Но я надеюсь, что вам всем понравится, и у меня всё получится. А сейчас я мужа попрошу чат вернуть, потому что у него мак, и я куда-то никуда нажала. А тем временем я захожу в нашу презентацию, которую вы должны видеть. Вы видите презентацию? Надо на зелёную кнопочку расшарить экран и поделиться, нажать внизу. Так, на зелёную кнопочку. Помогай, пожалуйста, не вижу зелёную кнопочку. В хангаутсе. Подожди, секунду, где хангаутс? Вот. Хангаутс, зайди. Вот здесь надо на зелёную. Здесь, где она там. Да. Вот этот экран. Теперь. Сейчас, ребята. Я с техникой, видите как? Нет. Нет, нет. Подожди, Салончик, погоди. Вот. Да, видите теперь уже. Видим. Очень хорошо. Так, ну что. Добрый вечер. Из Балтимура даже. Спасибо большое, что нашли возможность. Тем более у нас сейчас в Штатах 12 часов. И поэтому я понимаю, те люди, которые в Америке меня смотрят, они уж точно все свои рабочие бросили дела, чтобы присоединиться к конференции. Это очень приятно. Спасибо большое ещё раз. Так, ну что, приступим. Значит, вы увидите сегодня множество слайдов, как я уже сказала. Посмотрим, чтобы я надеюсь, что всё это быстренько вам поведаю. Значит, сегодня мы будем говорить в основном. Хочется много обо всём рассказать, но надо было как-то о чём-то и поконкретнее. Поэтому я подумала, что у меня лучше всего и получается, и что я больше всего люблю делать. Помимо всего прочего, помимо нунафелтинга, помимо объёмов и всего остального, мне очень нравится флис. Для меня это... флис, он же и сострик. Для меня это просто невозможное такое заземление, уединение со всем натуральным и естественным. Поэтому для меня я выбрала эту тему. И давайте я вам о ней расскажу. Так, значит, вот и мы о чём примерно сегодня поговорим. Какими флисами я больше всего пользуюсь? У меня есть любимые флисы, есть популярные, скажем, да, которые вы можете видеть практически в любом моём изделии. Так, осветим понятие, что такое эко-мех. В чём разница с альпачим, флисом и овечим. Расчёт коэффициента усадки для меха и для каракуля. Да, в общем скажу, чем это отличается. Потому что технологии то и другое из флиса сделаны, из сострига, но совершенно разные коэффициенты усадки. Тоже позже будем говорить, почему. Особенности работы с махером. С махером я работаю года, наверное, полтора-два. Для меня это тоже не очень, скажем так, старый материал. И, ну, уже набила руку, о чём вам хочу тоже сказать, потому что там большие есть особенности работы с махером. Построение выкройки на два типа воротников. Это мы будем смотреть с вами видео. Постаралась тоже его сократить, чтобы вместить там в пределах 10 минут. Ну что, немножко уже познакомились. Значит, меня зовут Ирина Левкович ещё раз. Здесь почему Ирена, многие очень, когда пишут личные сообщения, спрашивают, Ирена, Ирина, как вам будет удобно. Здесь Ирена, потому что Ирина в Америке, оказывается, такого слова не существует. Я пробовала на разные имени, вернее, на разные там слоги вставить ударения. И Ирина, и Ирена, и они очень сложно им это всё воспринимать. Здесь Арена есть такое вот, и она очень созвучна с моим именем. И, в общем, поэтому Ирена, да, так вот мне проще как-то было себя обозвать. Так, как войлок стал моей любимой профессией и вот моё настоящее, чем я занимаюсь сейчас, об этом вот буду рассказывать. Так, значит, вот мне нравится эта картинка, просто я её решила здесь. Перед тем, как отправить клиентке жакетик, я вот ей сфотографировала, о чём не жалею, потому что второй такой я уже не повторю. Поэтому, пожалуйста, этот слайд пропускаем. Значит, у меня всё-таки есть высшее образование. Я не совсем не уч. Я педагог-филолог. Насколько оно пригодилось в моей настоящей деятельности? Безусловно, пригодилось. Да, ничего, вот, как я уже говорила, просто так не проходит. Художественного нет. Может быть, я его... Хотелось бы научиться рисовать когда-нибудь. У меня такие вот планы есть профессионально, поэтому, может быть, я и отважусь, найду какое-то время в своём графике. Значит, вот этот слайд о том, в каких странах, в каких городах значит, у меня были этапы в моей жизни. Я сама из Киева, из Украины. Это мой родной город, любимый. В возрасте 21 года я переехала в Москву по работе. Меня пригласили как специалиста по производству оптических носителей информации, где и чем я и занималась в Москве достаточно плотно, до 30 с чем-то лет. Вот, и там, в Москве же, я и встретила своего второго супруга, и его пригласили потом на работу в Америку. И таким образом мы оказались 4,5 года назад в Вашингтоне. Поэтому вот такие вот города, и я только когда сделала этот слайд, я поняла, что в каждом городе я родила ребёнку, и поэтому у меня есть вот и в Киеве девочку родила в Москве мальчика, и в Вашингтоне год назад ещё одного мальчика. Я ещё вот, в общем-то, по моим красным глазам, можете видеть о неких бессонных ночах. Но, собственно, стараемся быть и мамами, и валяльщиками, поэтому дальше. Значит, я сделала свой сайт, как только я сюда переехала, потому что я и подумала связать всё своё, скажем так, здесь деятельность с войлоком, с шерстью, потому что ни о чём другом я думать не могла, как и, впрочем, и сейчас. И вот моя фраза родилась, это одержимость двигателя прогресса. Мужу, она мне очень нравится, потому что говорит одержимость, это что-то связанное ему больше с сумасшествием на самом деле. Но я считаю, что пока ты не будешь болеть этим делом, и спать, и видеть на протяжении 24 часов в сутки своё любимое занятие, ты вряд ли можешь добиться каких-то высот, если вы, конечно, такую цель ставите. Вот, поэтому у меня вот такой вот willwander.com. Кому интересно, пожалуйста, заходите, смотрите. Там вы можете видео о показах увидеть, мои работы. Немножко, кто не знал, я подозреваю, что есть люди, которые видят меня впервые, поэтому я не буду вас утомлять картинками. Меня можно там найти, погуглить, Ирена Левкович, можете латинице, кириллице забить, и вы это всё увидите. Поэтому пролистаю, просто чтобы вы видели. Я люблю делать как летние платья, как на первой картинке, как и осенне-весенне-демесезонные жакеты на втором. Третья картинка тоже это платье. Вот, и жакетики, да, просто вам пролистаю, покажу немножко о своём творчестве, чтобы те люди, которые меня не знают, не обязаны же, собственно, да, вот, чтобы видели. Почему я везде на слайдах? Потому что мне было... Я, во-первых, увлечена фотографией, о чём скажу немножко позже, и для меня несложно сделать качественную фотографию, потому что я лет 20, как я теперь уже понимаю, я профессионально занимаюсь фотографией. Поэтому у меня уже сейчас неважно, кто фотографирует, и практически чем фотографирует. У меня свои комплекты, все эти камеры-объективы, и поэтому мне было очень удобно и самой свалять, и одеть, и подкраситься, и найти локейшн, и сделать фотографию, да. Сейчас, секундочку, ребятки, обращу внимание на чат. Очень интересно, что вы пишете. Была у вас на мастер-классе в Киеве. Ой, спасибо, Александра, большое. Очень приятно. Татьяна, спасибо, стильные вещи. Ольга, спасибо. Так, полистаю дальше. Я потом, вы не переживайте, если я какое-то сообщение оставила без внимания, я обязательно вернусь к чату и просмотрю. Так, вот особое внимание у меня, значит, на большие изделия. Как вы видите, вот здесь в центре такое большое зимнее пальто. Ну, оно в смысле большое по сравнению с воротничками, да, по сравнению с жакетиками, с платьями. Все равно на производство больших изделий цельноваленных требуется больше места, больше усилий, больше желания его доделать. Ну вот, и поэтому, собственно, ну, мне нравится делать пальто очень, потому что первое пальто, я помню свое, я, знаете, думала, ну, как родила, как будто бы очередного ребенка. Было страшно-страшно, но в результате же получаешь готовую такую фундаментальную, монументальную вещь, которую можно передавать по наследству. И она, так что первое пальто у меня были приравнены, я помню, по своим ощущениям, просто к родам. Вот, сейчас мне уже не так страшно. Вот, и что здесь мы видим? Здесь мы видим тоже платье на марле и жакетик эко-мех. Эко-мех – это вот то, о чем мы будем тоже сегодня говорить. Видите, я прошу вот уже обратить внимание на вот эти воротнички. Они тоже сделаны вручную. Те, кто был, знает, да, на уроках, на сайтах, кто нет, это все собраны по технологии эко-мех вручную. Обращаем уже сейчас внимание. Дальше листаем. Вот вы видите тоже в широком разнообразии эко-мех, и он на войлочных изделиях, цельноваленные. Мне очень нравится эта технология. Войлока созидания именно благодаря своим свойствам, что нету швов. Нету швов. Делать ровные швы – это требует километраж ровных строчек, образования, практики. А когда нету швов на изделии, это же вы себя освобождаете от массы вообще неприятностей, и время экономите, и творчество. Это только одно творчество, мне кажется, ну, немножко механики. Так, ну что еще тут у нас, значит, да, значит, про себя, как про фотографа, да. Очень люблю хорошую фотографию. У меня, значит, такой слоган, либо фотография должна быть хорошая, либо и не должно быть вообще. Поэтому любительские фотографии, там вот где-то как-то мыльницы. Сейчас, кстати, мыльницы очень хорошие такие, есть там ручные настройки для девочек, которые, для девушек, для мальчиков, кто занимается, хочет делать качественную фотографию, пожалуйста, уделите этому какой-то мне. Это совершенно сейчас несложно. Можно с любой, чуть ли не с айфона, тоже выжать максимум результата. Просто главное знать какие-то правила. Есть у меня вебинар на эту тему, не будем сейчас его рекламировать. Кому нужно, тот, значит, спросит. По фотографии здесь вот немножко моих работ, уже не буду вас утомлять фототворчеством. Но скажу, что меня и до сих пор заказывают как профессионального фотографа. С Рафаном радио я рекламу нигде не даю. Уже те люди, кому я делала фотографию когда-либо. Детей, женщин, природу – это, конечно, фотографировать одно удовольствие для меня. Так, из очень личного. Вот люблю, когда тихо. И тоже вам это вот проще концентрироваться, помогает на своих мыслях и творить. Поэтому я еще до того, как увлечься фелтингом, я увлекалась дайвингом. И мне даже есть сертификат на сухой костюм. Это когда ты погружаешься под лед, в холодную воду, где только одни актини еле-еле там где-то как-то шевелятся. И тишина, и покой. Пожалуйста, мне вот говорить о том, как сконцентрироваться. Все-таки нужно прислушиваться к себе. И вот такой вот минуты затишья, они способствуют повышенной концентрации. И, как правило, уже у вас что-то рождается внутри вашего, какое-то творчество. Поэтому вот мой такой совет, пожалуйста, тоже любите тишину. И позволяйте, пожалуйста, ее себе время от времени. Так, значит, вот еще немножко о себе. Это йога. Что йога для меня? Я раньше работала за столом, но поняла, что очень устают ноги. Нет циркуляции, отеки даже в моем столь юном возрасте. Поэтому я перебралась на пол. Я сняла икевские ножки. И со столешницы, вы видите, здесь это паркет, я не знаю где там, по-моему, где-то в Донецкой области. Я еще года два назад преподавала. Эта фотография была сделана, по-моему, там. А может быть, в шкаф. Не помню где. И, собственно, сейчас у меня дома тоже большая такая столешница. И я ее как татами спустила на пол. И очень этому рада, потому что там я делаю фактически йогу. В йоге и валяю. Вы снимаете полностью нагрузку со спины. Положение ног можно менять, можно подрастягиваться. Вот. И для меня это сплошное здоровье. Валяешь. Валяешь, оздоравливаешься, омолаживаешься и стройнеешь. Потому что валяние на полу, вы знаете, хочешь не хочешь, но многое приходится держать статического напряжения. Ну, конечно же, вот тут вот единственный момент, нужно правильно дышать, чтобы не зажимать дыхание. Мне очень хочется снять такой вот семинар по йога-фелтингу. Я даже уже придумала название для него. Вот еще какие-то рабочие фотографии эко-мех. Я как раз делаю это на Midwest Symposium в прошлом году. Они меня любезно пригласили. И я там показывала, задавала девушкам рабочий ритм, показывала им, как я работаю на полу, а все остальные стояли за столами. Им так было удобнее и привычнее. Так, что я вам уже доказала, да, что я работаю на полу, и от этого получаю массу удовольствия, потому что в конце дня рабочего, даже 12-часового, работала я вплоть до самих родов очень много. Я не уставала так, как уставала бы с поем. Поэтому тоже подумайте. Так, значит, Катя пришла к войлоку. Здесь вот сфотографирована розочка моя, честно говоря, вторая, потому что первую розу я первые какие-то свои дни, но я не преподавала, безусловно, года полтора, да, два, пока не набила руку, пока не сделала выводы, пока-пока-пока. Вот, я ее отвезла к маме, и она у меня там лежит, а потом впоследствии жалела, что не взяла ее, потому что хорошо было бы показывать и приободрять тем самым новичков. Не важно, что у тебя первые вещи получаются немножко тяжеловатые, не такие ажурные, не такие, как у других людей, мастеров, которые занимаются этим книгом. Важно хотеть сделать себя и свое профессиональное продвижение, продвинуться в своей профессиональной деятельности. Вот, поэтому я здесь вот написала, чтобы не забыть, да, первый палантин, конечно же, делаешь для своих родственников, для себя. Мама моя очень любит шерсть, и я, значит, ей сделала палантин, который вот умел стоять на своем ребре. Да, был такой палантин, который бы больше подошел потом в последствии на дизайнерские такие стельки. Но с чего-то надо было начинать, на ком-то надо было тренироваться. Первая роза, как вот я здесь уже обозначила, можно было убить человека. На самом деле, я не знаю, сколько там граммов шерсти, надо будет взвесить, приехать на море и взвесить эту розу, и вообще ее сфотографировать и выложить, обещаю вам, клятвенно. Так, и что? Я, значит, пошла, когда малышу было месяцев, наверное, 7, моему первому сыну, второму ребенку, пошла, я нашла в студию Беляева, и там девочка преподавала, мишек Тедди и войлок. И вот я тогда увидела, первый раз попробовала шерсть, и уже через неделю, следующее занятие было через неделю, мы должны были делать что-то на шаблоне, или я не помню уже, какая была вторая тема занятия, а я уже настолько, информации в интернете было крайне мало в то время, и вообще мало кто делал, материалов тоже не очень много, но я уже не могла просто заснуть. Я искала, я смотрела, и я уже на это занятие принесла ей целую картину. Я помню, группа была вся удивлена, восхищена, а для меня это было нормально, потому что не делать это было невозможно. Я поняла, как из волокон можно сделать какую-то вещь, и я была вот просто увлечена 24 часа в сутки. Так, значит, ну вот дальше, после того, как я сделала палантины розы, я сделала, стала делать одежду, потому что, как я уже говорила, я много работала в офисе с дресс-кодом со своим, да, и бытие формирует сознание, безусловно. И поэтому я любила наряжаться, любила покупать какие-то вещи, а когда для меня открылась возможность создавать все, то, что я хочу собственными руками, за исключением, там, я не знаю чего, да, там, подошв к обуви, это открывает массу возможностей творческих. И я стала искать людей, которые могут со мной в минимальные сроки поделиться максимум информацией. Таким образом в моей жизни стали появляться учителя. Да, мне вот многое очень дала Луната, она завтра будет выступать. Вот, и я у нее научилась вещам, да, каким-то базам. Поэтому, пожалуйста, не экономьте времени на общение с людьми, которые уже прошли путь. Вы сэкономите гораздо больше сил, материалов, потому что и времени, да, что в наше время очень ценится, и очень его мало, это время прежде всего. Поэтому я за полгода впитывала, 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 пробовала, практика, практика обязательная, обязательная вещь. Ну вот, когда я сделала платье и жакет, я поняла, что еще над многим надо работать, но я уже знаю, над чем работать. Обозначить рабочую зону, это тоже очень важно, да, куда следует дальше идти. Так, значит, это мой первый опыт работы с флисом. Вы видите эту жилеточку, я ее выставила в своем магазине, но, знаете ли, я ее не спешу продавать, поскольку она вещь бракованная, на мой взгляд, потом будем обсуждать, значит, позже. Поэтому призываю вас, первые свои вещи, тестируйте на себе, на родственников. Пожалуйста, не портите свою репутацию. И, пожалуйста, вопрос у меня к вам. Те, кто уже валяет, те, кто уже что-то делал, и делаете ли вы образцы, и носите ли вы подолгу свои изделия. Я, честно сказать, ношу свои изделия и дома, и даже валяю в них. Вот те люди, которые будут брать мои классы, вы посмотрите, я сама обнаружила с удивлением, что в половине кадров я в войлоке валяю. Это очень, оказывается, удобно, почему бы и нет. Вот, и им спасибо большое. Вот обратила внимание еще раз на чат. И Катя, и Иришка, Алла, вот и в ближайшее время классы в Киеве. Буду ли я проводить? Вы знаете, я этим летом буду в Киеве. Надо будет подумать, надо будет подумать. Времени мало на организацию. Так, Татьяна пишет, образцы делают. Молодец, Татьяна. Очень, да, некоторые, вы знаете, говорят, что образцы я не делаю по той причине, что это не экономит время, и это расход материала. Неправильно думаете. Вы посчитаете, сколько времени вы потратите на производство малюсенького образца. Формата А4 в раскладке достаточно. Где вы, как на полигоне, используете различные волокна, различные там кружева, ткани, все, что вы хотите. И смотрите, анализируете. Вы сэкономите минимум килограмм шерсти, если это пальто, да, или какая-то другая конструкция большая. И сколько декоративного материала. Можно, конечно, в войлоке брака не бывает. Можно всегда из этого бракованного пальто потом порезать, сделать цветочки, лепесточки и все остальное. Но вы же хотели пальто, все равно разочарование вас постигнет. Поэтому делайте, пожалуйста, образцы. Обязательно, вот Елена пишет образцы. Марго, ношу платье третий год, образцы делаю так, как люблю экспериментировать. Здорово. Я свои вещи ношу с большим удовольствием. Классно. Да, потому что, понимаете, именно когда я поносила платье, я поняла, что, ну, вот это слабая зона. Но нужно обязательно шить под юбник, если узкие силуэты. Я очень люблю узкие такие приталенные какие-то, да, вещи, потому что, ну, не знаю, может, фигура позволяет, может, ну, в общем, люблю. Поэтому, ну, надо быть реалистом. Смотрите, тем более такие вещи нельзя отсылать к клиенту, если дорожите своей репутацией. Поэтому сначала репутация, а потом уже желание заработать. Это важно, мне кажется. Так, давайте следующий перейдем к этой жилеточке, я уже сказала, мы вернемся еще. Мой первый же жакет, вот смотрите, какой, да. У лунаточки я его делала, где я постигла, вот вообще, здесь, знаете, как из плоского сделать объемы. Вот я была поражена уже тогда, класс был для меня тогда непростой. Рукав сложный, как и все новички в этом деле. Мы очень амбициозные все. Вот этот вот маки я тогда пробовала тоже сделать сама первый раз, такой мой дизайн был. Гербари мне хотелось, я, Наташа, очень признательная. Вообще всем учителям в моей жизни я очень признательна, которые случаются до сих пор в моей жизни и случались раньше. Спасибо вам большое. Так, значит, это тоже еще у меня один вопрос к аудитории. Очень мне интересно знать ваше мнение, зачем приходят... Я прошу прощения, буду воду пить, потому что я переполела неделю назад, еще не до конца выздоровела. Горло першит. Зачем приходят на мастер-классы? По моим наблюдениям. За технологии люди делятся и за готовым изделием. Много у меня было очень года полтора-два назад, да и три года назад по летам. У меня такой плотный гастрольный график был. И была возможность сравнить с местной аудиторией, с американскими женщинами. Вы знаете, диаметрально противоположные цели. Вот, пожалуйста, была... Буду вам признательна, если вы напишете, пользуясь случаем, общение с такой благодарной целевой аудиторией большой, где половина, я так понимаю, людей пробовала и уже валяет. За технологией. Но мне вот почему-то кажется, за знанием, за технологией. Да, вот пишет. Так, за технологией. А вот вы знаете, это лишний раз доказывает. Сегодня у нас русскоязычная встреча. А вы будете удивлены, что здесь, в Америке, я преподавала, наверное, уже раз десять, и еще вот в планах ближайших, больших мероприятий, где там прям симпозиумы они организовывают, ежегодные встречи. Раз в два года на большое мероприятие мне вот тоже посчастливилось попасть. Меня пригласили в качестве преподавателя. И они приходят за готовыми вещами, а технология их не очень интересует. Вот интересное такое наблюдение мое. Спасибо, Ирина, большое. Спасибо, спасибо. Так, ну что, давайте... Да, Екатерина, согласна. Что за технологии? Потому что все остальное, вещи можно уже дома сделать в спокойной атмосфере. Вот я тоже, знаете, стараюсь давать в своих конспектах, в своих занятиях, в своих технологиях, чтобы человек не делал дубликаты моих каких-то вещей, а развить свое творческое начало. Потому что каждый человек творец. И мы все разные. И в зависимости от того, что у нас внутри, что мы себе представляем, мы будем делать такие вещи. И получается, у каждого из нас нет никакой конкуренции, быть не может, потому что мы все самобытные. И в результате мы будем такие же самобытные вещи получать. Правильно? Поэтому мне важно человека пустить в самостоятельное плавание, чтобы он не зависел ни от меня, а только понимал базу, и от нее отталкивался, и шел дальше. А вот я была удивлена, что здесь совершенно другой подход, и мне тоже приходилось на это обращать внимание, потому что все 15 человек в группе, я буду попозже показывать слайды, они немножко вот как-то ожидали другого от меня. Значит, амбиции. Я вас просто призываю, не бойтесь хотеть большего. Как я уже говорила, одержимость – двигатель прогресса. Будьте одержимы своей идеей и верьте, верьте в себя, что вы самое лучшее, и у вас все получится. Именно таким образом я получила первую свою награду. Это было буквально вот 11 год, смотрите, октябрь 11 года, 5 лет назад, да, это было. И я вот наградили Ирину Левкович, был конкурс Red Purple Blue, красный, фиолетовый, синий. Для меня крайне странное сочетание на тот момент было. Я думаю, ну слушайте, давайте попробуем. Всякие ограничения, как я сейчас уже понимаю, они здорово стимулируют меня в творчестве, когда я ставлю себе рамки. Когда нету рамок, хочется и это попробовать, и этого, и ты немножко теряешься, ты теряешь ориентиры. Когда есть ограничения, как, допустим, в данном конкурсе, я уже… Вы лимитируете себя, да, у вас есть уже вектор мысли, и вы начинаете копать в этом направлении. Как случилось в этом конкурсе. Но я же девушка амбициозная, поэтому я на одном платье не ограничилась. Я сделала еще в этой же цветовой палитре такой вот жакетик, тоже Red Purple Blue, еще одну работу. И эта работа, этот жакет, кто был у меня на вебинаре, я многое о ней рассказываю, потому что для меня она была как nightmare просто. Потом я вспоминала настолько сложные фактуры, настолько сложно было подготовить вот этот распределенный материал. Это все ниточки сари, пряжа сари, которая… Вот смотрите, я сделала макро, где видно, да, что это все малюсенькие ниточки. И для того, чтобы мне вот этот материал, можно было иметь к нему доступ, я посадила своего ребенка, тинейджера, девочку, на сдельную оплату. И она мне расплетала эти кусочки, я у нее брала, и это у нас чуть ли не неделю на подготовку. Ну вот, и ребенок подзаработал, и мама, собственно, удовлетворила свои амбиции. Но что вы думаете? Фаворитом оказалось платье, которое, кстати, не так много на подготовку материала, естественно, на покупку шелка, да? А вот так случается. Это тоже вам такой один из пунктов, чтобы вы подумали, потому что не все, что сложно, зрелищно, и будет оценено впоследствии, да? Тоже думайте. Но я с этим жакетом до сих пор не могу расстаться, ни за какие деньги, поскольку, знаете, ну вот столько времени, столько усилий, оценка, он, может быть, не так смотрится. Может быть, сложно вот фактуру увидеть, да? Или эти усилия. Когда на выставках я ее показываю, здесь это пользуется очень большим спросом, потому что люди видят все эти вот хитросплетения, все это, все это видят. Вот, за технологией смотрю. Ой, Галина, здорово! Фотографии. Я сегодня в красно-фиолетово-голубом. Ну, видите, как тему я оповещаю. Спасибо большое, девочки, что нашли время. Я знаю, что это, как вам было, непросто. Я это очень ценю, поверьте. Так, дальше. Что сейчас? Я стараюсь для поддержания духа, задора и держать себя вот в таком вот, в каких-то тоже стимулировать себя. Я стараюсь участвовать один раз, а то и два раза в показах. Это, конечно, адреналин еще тот. Это требует большое, помимо того, что самоорганизация, это еще требует дисциплины. Дисциплины, желания, опять-таки, веры. Поэтому сделать коллекцию в едином каком-то духе. Это вот позапрошлогодняя, по-моему, эко такая вечеринка на DC Fashion Week за кулисье. Такое вот чешу меха. Это уже в прошлом году, даже две месяца пять назад. Зимнее шоу, у меня было видео везде. Можно посмотреть тоже, не буду вас утомлять, просто пролистаю. Обратите внимание здесь на мое любимое платье. Именно мастер-класс по этому изделию я подготовила. Мне оно очень нравится. Эта технология, на нее все обращают внимание. Меня там все щупали, спрашивали, восхищались, трогали, потому что этот эффект ни в какой ткани вы не сможете передать. Значит, со сложным цветком 3D-техника. Такие объемы тоже. Я вот подготавливаю вещи, переживаю перед показом. Значит, вот это вот In Williams, ген-директор DC Fashion Week. И модель красивая очень в платье «Хрустальная мечта». Это платье я сама ношу с удовольствием везде, беру его на мастер-классы. Мне его не купили, хотя я считаю, что оно уже моим останется. Я его полюбила и расстаться с ним я не могу. Это я выхожу на поклон для меня, это всегда стрессово очень. Я не знаю, я застенчивая или не могу вам сказать, или у меня какой-то комплекс камеры до сих пор. Но я бы с удовольствием не выходила. Люди вот этот момент любят, момент славы. А я его не то чтобы ненавижу, но я очень стрессую. Я его пытаюсь всяческим образом избежать, и потом убегаю от камер, потому что надо давать интервью. И для меня лишний раз надо подумать перед тем, как выходить, подготовиться. То есть это определенный абсолютно навык, скилл, когда здесь говорят давать интервью. Есть медийные люди, которые любят быть перед камерой, а есть люди, которые, вот как и я, наверное, надо учиться этому. В фотографии я себя чувствую спокойно. Вот еще раз платье. Это вот в Embassy Row Hotel было очень хорошее выступление. Было очень много людей, которые восхищались моими изделиями. И я эту всю коллекцию половину делала, когда я была еще в положении. Поэтому она мне особо дорога. Было очень много физических, физиологических ограничений. Но вот я довольна, потому что люди довольны, и я довольна. В общем, вот такой радостный момент. Немножко с последней коллекции пролистаю фотографии, чтобы вы тоже имели представление. Пальто вот крайнее я тоже оставила себе. Это платье я никак не могу выставить в магазин. Надо будет все-таки это сделать. Времени на все не хватает. Вот такие вот технологии. Головные уборы, они же брошки такие. Вот сипулькари я их называю. Из Лема, по-моему, фантаста. У него были просипульки. Сипулькари, я не знаю, как это иначе еще назвать. Ну, вот такие вот диковинные какие-то растения. Я их за неделю до показа решила сделать, что-то меня вдохновило. И вот это объединило как-то коллекцию воедино, на мой взгляд. Эти платья уже проданы. Вот это мое тоже любимое болеро. Все это бесшовное валяне, ни одного шва нет. Так, здесь рукавчики пришиваю. Вот, значит, о моей преподавательской деятельности. В Америке вот таким вот образом проходят неимоверно большие территории. Это Мидуэст Салтинг Симпозиум, где было приглашено семь преподавателей. Вы видите, шторки. Ими ограничивали все веб-пространство. И мы делаем платье. Я вижу, я уже говорю, 50 минут. Буду быстрее листать, чтобы вам больше говорить не о себе, а о технологии. Это мы делаем эко-мех из альпаки. Это тоже большие помещения. Там же их кормят. Это мои ученицы. Обратите внимание. Значит, на левой фотографии, ну, на фелтовом платье и в жакете. Я могу сказать, что эти женщины, девушки, они сделали свои первые самые изделия. Как вы сами понимаете, я могла им помогать только отчасти, потому что у меня было 15 учеников. Вот. И я, видите, в платье. Я в нем не работала. Это у нас был показ моды. И девочки очень любезно согласились продефилировать. Они немножко были смущены. Но американки, они очень дружелюбные. Они меня очень хотели поддержать, потому что видели, насколько я выкладываюсь. И насколько им нравилось то, что они сделали. Оно сидело превосходно. Футболки Медвэй Асфальтинг Симпозиум. Это организатор, она же и фермерша. Боже мой, боже мой, вылетела из головы. Прости меня, пожалуйста. Забыла. Ладно, вспомню. Вспомню, вспомню, как зовут женщина. Вот она же, она организовывала, приглашала всех. Это класс по фермершнгу. Ну, на фермершнг, по платью. Так, вот эта девушка, она тоже сделала свою первую вещь. У нее фигура достаточно такая сложная была. Она очень была довольна. Немножко такая молчаливая была на занятиях. И я ее запомнила особенно. Меня ее фраза покорила, потому что она подошла ко мне, чуть ли не обняла меня и сказала, я приехала сюда одна, но я себя совершенно не чувствовала lonely, да, что по-английски значит одиноко. И меня это очень сильно растрогало. И она была довольна результатом. В общем, я довольна тоже осталась, потому что студенты остались довольны. Класс в Голландии. Там у меня был жакетик, вот конзольчик, вы видите, на заднем плане. Я его там сделала, болерушку я делала и монофилтовое платье. Все свои три существующие на тот момент темы. Это фэшн-показ в Голландии в библиотеке на восьмом этаже в центре Амстердама. И вы видите, это легендарное панно из шерсти. Я на нем сфотографировалась. Оно известного мастера, прокрашено травами, и его можно было трогать об него, подходить к нему. Это ничего не запрещается. Я сделала фотографию в юбке, ну на филтовой юбке. Был там показ очень хороший. Так, значит, это по жакету. И еще одни из первых моих таких занятий, где я учу делать. Мои публикации. Знаете, стали обращаться на мое удивление. Журналы, люди, творчество. Мое творчество, кому интересно. И это, конечно, было очень приятно. И вот фэлт-фэшн взяли интервью. Я считаю, это одно из моих лучших интервью. Во всяком случае, это, мне кажется, раскрылось, как не только, как человек. Поэтому оно мне очень дорого. И спасибо вам большое, что вы... И даже вот на обложку фотографию разместили. Спасибо, было очень приятно. Это вот большое интервью с работами. Кому надо, тоже потом, в общем-то, можно его найти в сети. Это местные журналы с предыдущей коллекции, тоже после DC Fashion. Подходили, спрашивали, писали. Мне тоже было очень приятно, потому что это всегда неожиданно. Кажется, что твое любимое дело, оно интересует только тебя, но и твоих клиентов, да, которые готовы за это заплатить. А вот так вот, чтобы люди, которые хотели узнать об этом больше, которым понравилось, это, конечно, дорогого стоит. Вот это... Поэтому вот эти вот пальто такие яркие, они вошли в эту публикацию. Это немецкий журнал. Года три назад они ко мне обратились, и я была тоже удивлена, и долго мне это интервью с ними получалось. Потому что первый один из вопросов был, кто такая Ирина Левкович? До сих пор помню, что я над ним думала, наверное, неделю. Я думаю, боже мой, как же... Ну, как же... Сюзан, спасибо большое, Даля. Да, Сюзан. Сюзан, спасибо, что напомнила. Вот бывают, вылетают такие после бессонных ночей вещи из головы. Так, спасибо, девушки, за добрые слова, что вы меня поддерживаете. Это кому-то нравится, что я показываю, рассказываю. Хочу быстро перейти к Фрису. Вот, и поэтому... Ну, они молодцы, они быстро... Я надеюсь, что там всё написано про меня хорошее. В этом журнале я не переводила. Но они меня вот проинтервьюировали и даже изобразили на обложку. Мы почти на обложку. Видите, с тыльной стороны обложки. Но я всё равно очень горда и им признательна. Вот, поэтому я на обложке была первый раз с тыльной стороны. И наш другая известный автор на настоящей обложке. Значит, это для местного журнала тоже из моей последней коллекции. Талантливая Мила Джексон, фотографа. Она вот сделала любезно вот эти такие фотографии. И потом эти фотографии взяли тоже в журнал. Пожалуйста, я вам пролистаю. Вот смотрите, эко-мех. Видите, да, кусочки. Это всё не пришивно. Это всё сострик, который я потом валяла. Серый жакетик. Обратите внимание, это уже наш махер. Я потихонечку начинаю приступать к теме сегодняшнего повествования. Тот же вот такие воинственные мамазонки. У Милы Джексон была такая идея. Я её с удовольствием поддержала. Потому что письма твой, образ становится совершенно другим. Вот такие вот вещи. Очень хорошо, вы знаете, найти свою команду. И когда уже я здесь немножко освоилась, время прошло, люди стали меня приглашать на фотосессии. Это очень удобно сейчас, да, что я уже выступаю как не модель, а как, тем более, когда ты там глубоко беременна или глубоко уставший. С тремя детками это не очень просто таки найти, да, вот всё это время. Поэтому я очень ценю этих людей. Спасибо им большое. И мейкап, и хирстайл, и вот все эти вещи. Это команда профессионалов, которые мне помогают, у которых объединены одним делом. Сделать, увековечить, наверное, своё творчество. И сделать вот такое вот хорошо, когда эти люди встречаются. Вот. Так, значит, о флисе. Значит, флис, он же и сострик, да, с овечек. Марина, спасибо большое. Сейчас я ещё немножечко передаю. Перед, да, Сёзы. Как требует времени и сил. Вы знаете, рукотворные штучки задают вопрос очень хороший. Вы знаете, когда вы увлечены своим любимым делом, вы находите, вы готовы. И вам вот мироздание, и ваши родственники дают возможность творить. Потому что вы тратите не так много. Вы отдаёте, вы получаете, вы горите, у вас горит глаз. Поверьте, находить время для своего любимого дела, от которого у вас чешутся руки и горят глаза, оно того стоит. Вот, поэтому одно к другому, да, о флисах. Значит, какие флисы, какие флисы? Флисы разные. Нет плохих флисов, есть неподходящие цели. И вы, пожалуйста, я вам сегодня расскажу, какие флисы на какие цели подходят, и чтобы вы знали, что из них можно сделать. Так, очень важно, когда вы покупаете флис, пожалуйста, старайтесь покупать половину, целую шкурку. Если такой возможности нет финансово, я понимаю, кризис в стране, да, это получается с транспортировкой очень дорого, покупайте хотя бы половину, потому что у вас будет гораздо больше возможностей. Я вот этот флис выкинула у себя во дворе из мешка, разложила, просушится, недавно купленный, и вам сфотографировала, потому что в одной шкурке есть вот такие почти прямые волокна, видите, да, кудряшки, даже их кудряшками, да, кудряшки, а есть и вот такие вот, это все одна овечка. И если вы купите, если вам кто-то располовинит, сделать только вот такие вот, или все в перемешку, или только такие, вы будете ограничены в своих целях. Поэтому, покупая одну шкурку, во-первых, попросите фермера, и у кого вы берете, у бистрибьютора, чтобы он вам не особо его взбивал, как постригли, аккуратненько свернули, и таким руном вам переслали. Не надо ничего мыть, не надо ничего сортировать, вы это сами сделаете, поверьте, вы не так много потеряете времени, но вы сделаете так, как надо, да, как надо, скажу. Я была удивлена, я познакомилась здесь с новым фермером, с новой, новое знакомство мне чудесное произошло. И когда я посетила эту ферму, я просто смеялась целую неделю еще. Представляете, я нашла свою тезку, этой тезкой оказалась овечка, ее тоже назвали Ириной. И я была рада, что это имя, у меня хоть кто-то в этой стране еще носит. И вот этот сострик, я так рассмеялась, так была рада, что Киа Фермерша любезно мне эту шкурку подарила. Я еще не знаю, что я из нее сделаю, волосы, смотрите, практически такие, как у меня. Так, значит, давайте продолжим про флис. Очень вот хорошие кудряшки, вот такие, если вы видите, если вам попался вот такой флис, это Шетланд, возможно, да, или же здесь очень много миксов сводят, кроссы их еще называют, кросс, да, это гибриды, одно с другим, с мериносом любят мешать. Вот, и получается, что они, кудряшки приобретают интересные дополнительные свойства, или они становятся более мягкие, если с мериносом скрестили. Вот и таких кудряшек, если вы увидите, если вам попадется такая шкурка, я бы сказала, что это хорошая шкурка, потому что из них можно сделать как эко-мех, достаточно длинный степл, степл, длина пасмы, и можно сделать и на фактуру пустить, на букле, на две цели, это всегда хорошо. Значит, чтобы получить буклированную, такую караклевую поверхность в войлоке, это вот такие вот у меня изделия, парки мне очень нравится делать. Вот, видите, это одна из моих первых парок. Прошу обратить ваше внимание на отворот капюшона. Вы видите, что через вискозу проникли волоски флиса. Так проникает флис, как я могу сказать, дикобраза называю, старенького ромни. Если кого-то колит шею, пожалуйста, не применяйте возрастных овечек. Покупая флис, пожалуйста, уточняйте, сколько, какой возраст козлику, овечки и тому подобное. Если у вас нежная кожа и вам не нравятся эти покалывания, то вам не надо использовать флис более 40 микрон, даже 35. У каждой овечки есть свои параметры. Микрон – это тонина шерсти. Не буду сейчас останавливаться на полит этой информации. Вы можете эту информацию найти в свободном доступе, ее много. Что такое микронность? Говорить вкратце, волос в разрезе. Вот, это вот все, вот эта вот буклированная поверхность, она же, и я ее очень люблю. И вы видите посередине жакетик, там этого букле практически не видно, а это потому, что я использовала там флис молоденьких ягнят. Ромни и ромни, равных просто разных оттеночков, плюс ниточки, пряжу, плюс еще орнамент, который здесь еле-еле видно, вырезанного из префельта. Вот, и мой любимый жакет «Весна в Париже», там тоже флис ягнят, поэтому чем моложе ягненок, тем мельче букляшка у вас получится. Здесь смесь и крупного барашика, я имею в виду взрослого, и ягняток. Да, я уточняю обязательно у клиента, что, какие ваши предпочтения. И практика показывает, что наши женщины, они более закалены, их практически никогда не смущает, вот эти покалывания. Для меня это массаж. Мне очень нравится, но у клиентов, пожалуйста, спрашивайте. Здесь вы тоже видите флис, про «Весну в Париже» я вам сказала, второе изделие с маками, это тоже префелт, выложен, вот маки, маки, листва, а промежутки между префелтом, выложенным флисом того же ромни. Это еще раз эти работы, которые все одинаково выполнены в одной технике. Все это равномерно выложено флисом овечек ромни, и плюс, в основном ромни я использую. Цвет, вы знаете, смотрите, давайте я вам сразу скажу, цвет основы, меринос везде в основе, да, кто будет брать мастер-классы, там я об этом подробнейшим образом обо всем рассказываю. В первом изделии был зеленый меринос, во втором изделии был такой рыжеватый, как вы видите, кармашек оформлен, вот примерно таких цветов, может быть, больше кирпичного было в цвете, в основе бордового, сверху серо-коричневый флис ромни, и это дало такую вот превосходную фактуру. Третий вариант пальто, там был бордовый меринос 18-19 микрон, и далее флис тоже двух-трех овечек, и поэтому эффект получился более мраморный, и тоже там в основном ромни, но они очень разных оттенков. Где покупают флис, где придется, вы знаете, тут очень много ферм, у американских фермеров, про рулоны, про все остальное, да, я валяю очень долго в рулоне. Александра, спасибо большое. Так, русские овечки, вы знаете, Галина, русские овечки подойдут, но у нас дело в том, что очень, я так не знаю, из-за чего, или из-за растительности, или из-за, сейчас я вам скажу, из-за чего, знаете, из-за того, что у нас грунт черноземы или глина, я не могу понять, из-за чего, но у нас флис очень грязный, и мусора там много. Я купила у нашего соседа на море в Херсонской области очень много овечек, меринос, что вы думаете, но я до сих пор его не могу отмыть, я его стирала, пол лета сушила, ой, шкур, кавычинки не стоит. Я не могу свой труд так, знаете, тратить на то, чтобы подготовить флис, я лучше потрачу 10 раз больше, он мешками, конечно же, это все продавал, но нет возможности вычистить, и чем тоньше руно, чем тоньше микронность вот у мериноса, тем хлопотнее его привести в божеский вид. Смотрите, это общие данные, как все эти поверхности, которые я вам вот листала, у них общий принцип. Какую бы вы основу не использовали цвет, а что я делаю дальше? Я вот таким вот образом руками, не кардерными щетками, просто руками накануне сажусь там в полу лотос где-нибудь на полу, приятное с полезным опять-таки совмещаю, на улице, беру два мешка, один мешок с флисом, кудряшком, стиранный на фактуру, отметьте, пожалуйста, себе, я всегда стираю флис. Стираю буквально в одном предложении, остановлюсь на этом моменте, не колошматьте, не сильно его там прессуйте, несколько раз сливайте воду, буквально прижимайте, третий-четвертый раз в средстве для мытья посуды, чтобы грязь отошла и ланолин, отжимаю в центрифуге, высушиваю на солнышке, и флис не сваляйте за время стирки, все это желательно сделать в течение двух дней, чтобы флис не испортился, не начал там гнить, да, вот, поэтому два дня сливайте воду, на солнышке просушите, дальше я его подготавливаю, вот в такие облачка, если вы оставите вот так, вот у вас будет очень много видно цвета основы, здесь цвет основы, скажем, темно-серый, светло-серый, он у вас валяется, и будет такими червячками, не букляшками, чтобы было буклея, вам нужно вот таким вот ковром плотным, я на две фаланги пальцев раскладываю такой ковер, не бойтесь, он очень пушистый, он применется, когда вы будете работать, именно вот такой вот благодаря раскладке, я кинула туда, пока фотографировала крышку от фотоаппарата, и вы видите, как она утонула в этом флисе, поэтому, пожалуйста, не бойтесь, иначе у вас не получится букле. Здесь такого среднего возраста, ромни, значит, я его распушила накануне, а потом уже выкладываю, да, обо всем очень подробно в классах, я вам рассказываю, как какие-то правила, да, основные, на что нужно обращать внимание. Смотрите, Ромал Дейл, я даже порой не знаю их этих названий, Брид, и нету зачастую в каталогах, потому что они выходят, скрещивают фермеры гораздо быстрее, чем они успевают их даже где-то там регистрировать, описывать и публиковать. Это, значит, я так понимаю, Вансли Дейл может быть какой-то, и Ромни, и вот у вас получился такой, или Кори Дейл, скорее Кори Дейл, потому что Вансли Дейл у него более упругая, большая кудряшка, кого интересно. Смотрите, какой замечательный флис. Я бы из этого флиса сделала эко-мех, а можно пустить его и на фактуру, вот на такой букле, как я уже показывала. Это тоже, значит, замечательный Вансли Дейл. Смотрите, чем упруже, чем больше кудряшка, тем больше шансов из него сделать красивую, достойную вещь. И вот смотрите, вот этот флис я купила практически как кот в мешке, как и последующий, о чем я скажу, что покупать этого нежелательно. Он уже был сваленный. Это значит, что у фермера он там где-то валялся или перекладывался года, наверное, два. Он был не сгнивший, потому что бывает еще крупкое волокно, тоже обращайте внимание, но с валеной. И вам нужно его подготовить, вам нужно его разобрать, поэтому тоже обращайте внимание. С валеным флисом очень сложно работать. Можно, выбрасывать его не стоит, но вам нужны вот эти основания, которые подвалялись, вам надо их разбирать. Значит, на этом слайде я вам расскажу, что на эко-мех я не стираю никогда. Если мне нужна кудряшка, я ее берегу, я боюсь ее испортить. Но смотрите сами, если вы работаете в городской черте, и вам эта мутная, грязная, пахучая вода будет стекать соседям к низу, то, конечно же, поформировав вот такие снопики, я буду в видеоматериале показывать, особенно, как я это делаю, не испортив шкурку основную, вы эти снопики собираете, и вы потом их отдельно можете, чтобы основательнее как-то простирать, уже работать с чистым флисом. Вот этот флис нестиранный, я вот его у себя со склада взяла, положила на травку, на травку сфотографировала. Но вот, чтобы этот снопик такой организовать, мне приходилось вот работать с картинкой сверху. Так, смотрите, это вот очень флис похож, но совершенно две разные овечки. Это ромни, тоже такой вот молоденький, и коридейл. Кудряшка, видите, какая коридейл, тоже ягнята, они вот меленькие такие, симпатичные, я бы из них тоже могла сделать воротник, отлично подойдет на эко-мех. Линкольна. Очень мне нравится эта порода, смотрите, они с такими кудрями, они живут там, где немножко похолоднее, потому что они густые, большие кудри. И вы видите в сравнительной характеристике, что Боди Лестер, мне исправили в этот раз американки на шоу, Ship and Wool Festival, у кого есть возможность, мне все хочется хобби-тур организовать, я думаю, наши бы там получили огромное удовольствие, там в основном свой. Кстати, вот обращаясь к вопросу, если есть ежегодная выставка, шикарнейшая, Ship and Wool Festival в Мэриленде, в мае она происходит. Вот, и мне исправили, я лейстер, говорила на более английский, английский, а не ластер, как-то так. Вот, в общем, Боди Лестер, это тоже один вид, из Боди Лестера можно сделать, распушить, как я вам показывала, замечательную фактуру, а вот Линкольн даст большую букляшку, такой, знаете, прям настоящий каракуль. Шетланд я вам показывала, это крашеный, ванилиновых, кислотных красителей, после того, как я уже сделала воротник, он уже был впоследствии покрашен. Я его красила в серый цвет, наверное, нарушила технологию покраски, но мне это нарушение очень понравилось, и этот воротник приобрел радужные, абсолютно невозможно красивые, вот такие вот переливы от нежно-розовых и различных-различных вот таких оттенков. Так, еще один Боди Лестер, обратите внимание, смотрите, здесь, наверное, эту барашку, судя по длине, здесь длина, наверное, не больше, чем 5 сантиметров, вот этого отреза, я тоже покупала его для фактуры, мне просто понравился цвет серый, оно не подойдет на эко-мех, она коротенькая, это только на фактуру, если вы видите вот такую вот кудряшку, не надо мучиться, она очень коротенькая, делайте из нее эко-мех, это ювелирная, никому не нужная работа, вы намучаетесь, разочаруете, не рекомендую. Так, смотрите, здесь вот образцы, да, давайте проанализируем, видите, такие волны, это вен следы, он дает интересные очень такие фактурные зигзаги. Желто-белое, это ромни, оно дает вот такую практически паутину, букляшку не дает, потому что этому ромни где-то, наверное, танина у него где-то около 30, все-таки, чтобы было, ну, до 30, наверное, вот среднего возраста овечка, может быть, полутора годовалая, потому что, когда 5 лет, да, баранчику, то у него танина повышается с возрастом, это касается и альпак тоже, поэтому при возможности уточняйте, какой возраст у животного, плюс характеристики его breed, его породы. Вот, значит, это смесь двух пород. Здесь ромни, мой любимый, плюс пряжа, или я даже, да, ниточка какая-то розовенькая, может быть, это, видите, вот так вот иногда бывает. Я пробовала совмещать с шелком, с волокнами где-то сверху, потом их всех отодрала, вы пробуйте, делайте, пожалуйста, образцы, мне не понравилось сверху на флис еще что-то класть. С пряжей с удовольствием. Так, смотрите, здесь я вам хочу показать, белого ромния, он у меня не оттирался. Здравствуйте всем, кто пришел. Здравствуйте, здравствуйте. Так, где вы красите шерсть, а где я крашу? Дома, в тазу и крашу на улице при возможности. Если это эко-крашение, как здесь, смотрите, кожицу грецкого ореха, листья, я здесь насобирала очень много у своих друзей грецкого ореха, покрасила необыкновенный рыжий такой цвет дает. Правда, у меня там стояло оно в такой небольшой выворке на плите, у меня нету отдельного помещения для покраски, пока не надоело мужу. Где-то дня 2-3 я то нагреваю, то выключаю, то-то-то-то, я потом еще как-нибудь отдельно остановлюсь. Где-то не сегодня, да, тоже много насчет эко-покраски в интернете, свободная информация. Посмотрите, и получается вот такой вот необыкновенный цвет. Значит, рыженький, это ром, не покрашенный, а дальше идет не покрашенный, серый, черный. Очень мне нравится этот образец. Так, здесь бордовая основа плюс темно-серый, ромный, разложено. В первом варианте, как я вам показывала, помните, я говорила, если вы разложите так, то будет, это мало, букляшек будет, и будет просматриваться цвет основы. Вот, пожалуйте, вам вещественное доказательство. Здесь вот именно так и раскладывала, не густо, потому что, если бы я разложила на две фаланги пальцев, бордовый цвет вы бы не увидели. При нагревании шерсть не сваливается, если вы, отвечая на вопросы с чата, если вы его там не толчете активно. Так, смотрите, значит, здесь, здесь фактуры вообще нет, вы видите, никакой. Здесь есть цвет, рыжие пятна, это флис альпаки, поэтому такое правило для новичков, достаточно грубое, но оно работает. Чем меньше танина шерсти, меньше фактурности. Альпака здесь вообще там 16-14 микрон, у нее вообще другие свойства, по сравнению, прошу прощения, по сравнению с шерстью овечей. Вы видите, букле нету, даже можно подумать, что-то я туда не заложила, а рыжий цвет, мерино сосновы, допустим, какой-то. Поэтому имейте это в виду. Но иногда это и красиво, и нравится. Главное делать образцы, смотрим, медитируем. У меня есть такие образцы, над которыми я медитирую за чашкой кофе, чая, или просто прохожу, мельком кидаю взгляд на них и обдумываю, где же это будет. Мне нравится, я пытаюсь понять, что нравится. У меня есть тоже очень подробный вебинар на эту тему, от чего отталкиваться, и что, если вам нужно, пожалуйста, обращайтесь. Так, здесь я хочу показать нэпсы. Сверху такая розовенькая речушка. Это платок шелковый, silk hankies, то что они называют. И волокно, там видите, такое извилистое крапивы, и потом ромни, крашеные в кожуре, и потом некрашеные серенькие. И все это я кладу рядышком, не друг на друга рядышком, и у вас получаются такие необыкновенные. Мне очень нравится этот образец, которым я делала с ученицей на частном занятии. Здесь я вот все думаю, как бы его превратить куда-то в какие-то изделия. У меня такого изделия нет, это все вот такой вот большой образец. Это еще тоже, здесь вы видите, зеленого цвета, это пряжа. Очень мне нравится туда рядышком вплетать, и все это вот так вот. Это монументальное пальто, часть его, которое вернулось недавно с гастрольного своего графика, оно объездило из СНГ пространства. Месяц февраль я его целиком еще не сфотографировала, я представляла на конкурсе такой, ну не конкурс, выставка, да, Здесь я хочу сказать, что тоже Вансли Дэйв, немножко Тиз Вотера, на мой вкус, они похожи, Вансли Дэйв и Тиз Вотер, и даже Линкольн, то, что я вам показывала, можно было им тоже. Я вот этими словами ругаюсь, это все название пород овечек для непосвященных, я вот это уточню. И Ромни, мой любимый Ромни, который дает вот все это нивелирует, сглаживает и вот дает такую фактуру, да. Так, это я все пробовала делать, это Вансли Дэйв, флис, а нет, это Ромни, Ромни флис, точно, на цветной, вот такой вот радужный, какой-то необычный, для меня тоже пока что, это образец. И я его здесь разложила не очень. Танина шерсти, Руслан, пожалуйста, посмотрите, это толщина волосинки в срезе, сечение его, да, чем толще волосок, тем его выше значение. Это очень смешной слайд, я думала называть его так, но я думаю, что вы запомните вот этот слайд, если я его так назову, что размер не всегда имеет значение, именно потому, что я купила вообще на Амазоне, первый мой опыт, не на Амазоне, или на Эбэе, в общем, где-то в каком-то онлайн-магазине, ничего я не делала никогда в жизни, я не имела возможности, родив ребенка, никуда выехать, и у меня, значит, была вот эта вот такая возможность купить свежий сострик, и что вы думаете, посмотрите на линейку рядом, это не сантиметры, пропало видео, напишите, пожалуйста, а то я начинаю переживать, пропало, я надеюсь, что только у Елены пропало. Сейчас я обратную реакцию дождусь, дождусь, дождусь. Ну, хорошо, смотрите, значит, меня видно, слышно? Меня видно? Все видно, отлично. Смотрите, это вот такая прядка, это не сантиметры, это инчи, и теперь представьте, умножьте вы 8 инчей на 2.5 сантиметра в каждом инче, и вы увидите, какой нереальный, вот такой вот просто огромный, и фермер сфотографировал, положил, и говорит, вот какой кладь, я думаю, ну, вот это воротник я сделаю, или как распушу я вот эту штуку, как положу, так полжакета и закрою. Ну, что вы думаете? Получив его, я даже не мыла его, я посмотрела, смотрите, я не знаю, какого возраста, как долго эту овечку не стригли. Характеристики шерсти очень хорошие. Здесь вы видите, тончайшая шкурка, вот на глаз, я вас научу определять, знаете, какой параметр. Чем больше шерсть, ворсинка, похожа на человеческий волос, тем выше тонина. Как это, Вэнсли, Дэл, кудри, прямо кукольные такие, да? И смотрите, здесь вот оно похоже на пух какой-то, чем больше похоже на пух, одуванчика там, какого, не знаю, там еще кого, чем больше вот это извилист, тем это грубое тоже такое суждение, но для новичков оно подойдет, как на глаз, если вам фермер сбрасывает картинку. Смотрите, какая здесь потрясающая тонина, ну, наверное, микрон 20, может быть, 22. Вот я соблазнилась на это. Но вы видите перетяжки, это значит, а это я потянула за эту пасму, и оно разорвалось. Значит, моя цель сделать из него шикарный воротник, в общем, никуда, не продвинулась, оно разрывается, и, понятное дело, пробуйте флиз на прочность. Я так понимаю, что эту барашку не стригли, судя по длине. Надо было мне догадаться, конечно, что за один год баран не может обрасти такой шкурой. А я вот, видите, все верю в чудеса. И я вот так, вот таким вот образом поняла, что надо менять назначение. Его надо постирать и сделать образец. Я еще из него образец не сделала. И на фактуру он подойдет, скорее всего, потому что вы фактуру, у него другая нагрузка на волокно. Посмотрим, сделаю, отчитаюсь перед вами. Надо мне его сначала постирать. Ну, вот к вашему занятию я как раз залезла в этот мешок, смотрела обзор флисов. Фактуру получается вот такие, да, фактуры, если мы потом его пустим. Кстати, вот на весне в Париже, я уже когда стала говорить, зеленая тоже основа. И на соседнем пальто тоже зеленая основа. Но на соседнем пальто клиентка сказала, что мне не очень нравится покалывающий эффект. И там, вы смотрите, я сделала флис молодых барашек, плюс положила альпаку. И там этот эффект букле снивелировался, вы видите, по сравнению с жакетом весна в Париже. Значит, смело смешиваем флисы разного возраста. Очень красивые дают фактуры. Это ромни на розовом фоне, молоденькие и более зрелые. Так, это жилеточка, о которой я хотела поговорить. Почему? Это одна из первых жилеток в брак. Хотела бы вам показать. После чего я сделала выводы. Здесь я не знала, не имела представления о коэффициенте усадки. Что это такое? Это значит, какой мы образец раскладываем изделия, что было и что стало. Разница – это коэффициент усадки. Вот здесь я делала просто, как чувствовала. Это была одна из первых вещей. Как-то раньше даже на уроках об этом мне не говорили, потому что все только начинали свой путь. А потом методом проб и ошибок у меня свои коэффициенты. И я считаю, очень важно ориентировать новичков и те люди, которые не понимают, варятся в собственном соку, как это у меня было раньше, именно на коэффициент усадки. Потому что это основная категория качества. Раскладываешь так, должен получить вот такое в результате. И вот эти выкройки, которые я сегодня буду бонусом бесплатно предлагать, они рассчитаны на определенные коэффициенты усадки. Для вас это будет хороший ориентир. Потому что вариться в собственном соку так можно намного зайти глубоко. Смотрите, почему это брак. Потому что потянув за кудряшку, она мне может остаться хорошо рванут в руках. Поэтому это брак. И видно порыхлость войлока. Я ее ношу сама, одеваю. Для меня она нормальная, для клиента безусловно нет. И даже в подарок я такую не могу никому отдать, потому что естественно это... Вот смотрите, видите, я потянула, и вот оно отходит. Можно иголками. Можно ли исправить? Для себя можно. Если вы не хотите, чтобы вот так вот у вас торчало, если вы мало провернули в рулоне, если вы еще что-то плохо сделали, не доделали, не доусердствовали, не просчитали коэффициент, не доваляли, у вас будут вот такие вот флисами торчать. Это еще на день, на два, на неделю работы. Пожалуйста, берите иголочками, забивайте. Элементы сухого валяния. Но, как вы понимаете, проще сделать, значит, немножечко все изначально. О, вот это чудо-воротничок ободраныш такой. Я его тоже нашла, я даже не помнила, что я его сделала. Я тоже, наверное, спрятала. Он спрятал у себя здесь в студии, потому что это воротничок первый из альпаки. Он очень странно выглядит, как мокрый такой воробышек, хотя он вовсе не мокрый. Видите, там что-то торчит, где-то там кудряшка. Я его не расчесывала, вы что-то поняла. Это пробы пера. Я смотрела, значит, пробовала, делала. У меня таких вот блинчиков, я, наверное, ну, я не знаю, наверное, штук пять разные. Какие-то я потом порезала на какие-то, что-то им какое-то. Этот не порезал, он у меня так вот где-то и валялся. Я вот его вам сфотографировала. Это так делать не надо, да, потому что флиз держится. Здесь я достигла чего? Что флиз держится. Ну, за счет ухудшения его внешнего вида. Такой куцый, несчастный воротничок, я, как-то он мне не вдохновляет на ношение, на фотографию и, естественно, на продажу вдохновить не может. Так, значит, о Махире. Я переживаю, что вы видите, такое много материала подготовила. Если я вас очень утомлю, вы мне где-то там пишите. Если интересно, то тоже мне это приободрит, и я не буду себя чувствовать, что я столько времени вещанием. занимаю. Значит, смотрите, Махир. Махир – это, значит, козлики, козлядушки и козлищи, да, такие большие. Все зависит, конечно, от возраста, как я уже говорила. Уточняйте, когда покупаете Махир, тоже возраст разный. И разные фактуры. Обратите внимание на вот этот локон страсти, на челке, который идет белый. Вы видите? Очень интересно, спасибо. Спасибо, девочки. Ирина, Марина, спасибо. Ну, я надеюсь, что у вас там время позволяет. Я думаю, что я в течение там еще полчаса уже уложусь, отпущу. Может быть, час. Не знаю. Значит, смотрите, локон страсти – это взрослый большой козел. И обязательно такой флиз. Он очень классный, он очень хорошо смотрится, но с ним сложно работать, потому что впоследствии он склонен выпадать. Помните, о чем я вам говорила? Чем больше волос флиз похож на волос человека, тем больше там микронности, тем больше там остей, остевой волос сплошной, тем хуже он цепляется в нашем изделии. И смотрите, вот крайняя кудряшка – хорошая иллюстрация, почему я этот слайд долго так держу, потому что крайняя кудряшка на фоне травы и забора, вы видите, что там прямо аж такая косорусая, фактически кудряшка такая. Это значит, что там одна сплошная ось. Обязательно мешайте такие вещи с флисом, бараньим, если вы хотите. Или делайте технологию эко-меха, где вы над каждым рядочком хорошо работаете. Если вы мешаете вот таким образом, как эта шапочка сделана, я всем этой зимой всей своей семье, это мамина шапка, она хотела такой быть, еще рога не прикрепила никак. Всем поделала такие шапки, я ходила в своей. Значит, здесь покрупнее видно. Вот эта кудряшка, это флис ромни, он именно служит вот этими гвоздиками, которые цепляет флис махера. Обратите на это внимание. Перемешиваю прямо непосредственно на том этапе, когда я делаю выкладку. И вы можете контролировать. Делайте образец, бердайте, смотрите. Видите, да? Это шапочка, она мне очень нравится. Она очень теплая, прямо шлем какой-то, знаете, такой на холодные ветра. Класс, в общем. И очень она повышает настроение, как и тебе, но ты, когда носишь ее, забываешь уже, что она у тебя на голове. Но мне нравится, когда я хочу эпатировать немножко. Здесь люди, вы знаете, они настолько терпимые, настолько тебя поддерживают. Они никогда тебя, они всегда улыбаются. И поэтому одно удовольствие. Это еще один пример вот этого изделия. Мне оно очень нравится, оно сложноватое. Здесь и техника шибари, и козлик, который дает очень красивую вот такую вот кудряшку. Или это порода, или это возраст. Я уже не знаю, но мне понравился этот эффект перед солью. И я его тоже мешала с флисом ромни. Но этого оказалось недостаточно, потому что он у меня выпадал. И что я вам хочу сказать, чему я хочу вас научить. Это макросъемка. Здесь не видна эта строчка. Я его крутила, крутила. Это джеки, это же продан. Уехал моя любимая покупательница. Я бы с удовольствием, если бы она не заинтересовалась, я бы оставила его себе, потому что работа сложная. Смотрите, я подкапывалась, разгребала, чтобы вам показать строчку. Видите, строчка, которая идет прямо по краешку, что не смогли сделать путем мокрого валя. Они недостаточно где-то подсыпали флис от других овечек, недостаточно укрепили, недостаточно притерли, не выдержали технологию эко-меха, и он у вас падает. Строчите. Это моя находка по этому жакету и по многим другим тоже. Я стала прострачивать внешне декоративная строчка. Если хотите, чтобы она видна была, или зигзагом. Смотрите, это же дело вкуса. И вот там, где идут вот эти кудряшки, которые я хочу очень оставить, строчка помогает. Одна не помогла, подергали, расчесали, проложите еще одну. В воротниках эта технология, конечно же, не подходит. Это подходит на изделиях, которые можно прострочить. Так, девочки, можно я уже, чтобы не нервничала, я на все вопросы отвечу. Очень хочется вам рассказать то, что я подготовила, и то, что время боюсь потерять, и ваше, и эфир тоже держать долго. Значит, это это же мое изделие. Вид сбоку, что эта строчка не видна. Да, она остается, и там, если порыться, можно увидеть. Но, пожалуйста, вы смотрите, проверяйте, трусите, и вы поласкиваете. Если что-то отпадает, то, конечно же, дополнительно работаете. Чем больше вы внимания уделите технологии на этапе мокрого валяния до рулона, до того, как вы уже будете эту вещь вашу сокращать, тем меньше у вас будет постпродакшена. Так как здесь мне хотелось объять необъятное, и большую букле, и вот такое сочетание, и то, и другое, и третье, мне потом с ним пришлось повозиться. Но оно того стоило. Для меня это такой вот какой-то, ну, я, в целом случае, эквивалентов еще не видела. О махере поговорим. Смотрите, я специально для вас сделала образец. Слева вы видите. Это то, о чем я говорила, вещественное доказательство, возраст животного. Значит, сверху флис взрослого, а снизу флис молоденького. Это и то, и другое, это махер. Это одна и та же, один и тот же козлик разного возраста. Ну, в смысле, что козлика два, но я имею в виду, в разные периоды своей жизни он был сострижен и мною применен. Вы видите, да, здесь. Так, ну что, строчить прямо помеху. Я краем глаза вылавливаю. Здесь, смотрите, какая разница. Значит, маленький козлик, которому, может быть, исполнилось там 8 месяцев, да, и вызвали человека, который стрижет на всю ферму, он его подстриг, и его маму, и папу. И вот, поэтому получается и состриг разный. Козлика маленького не надо укреплять, он и так, ну, меньше завиток, да, как я здесь показывала. Большого маму, папу обязательно укрепляйте, мешайте с флисом овечек, еще с чем-то, плюс потом строчите, если нужно. Строчка касается, это только про махер. Может быть, про альпаку, я не знаю, я альпаку делаю, у меня вот целый большой курс про альпаку, потому что альпака особенная, ее намного сложнее укрепить, но она дает абсолютно необыкновенный волшебный результат, эко-меха, да, пух такой. Что касается махера, я из махера воротники никогда не делала, он само по себе тяжелый, да, вот такие фактуры мне нравятся. Ну что, вот здесь вот, смотрите, это тоже перец солью, это тот флис, который я использовала на вот этом изделии. И очень здесь трогательно, что в каждый мешочек вкладывает фермер обязательно фотографию этого козлика, пишет, какой он там ласковый и все такое, и что, смотрите, какой хороший флис, это вот такой вот он даже... Махера я стираю, потому что я его, как я сказала, уже на эко-мех не использую, не делаю из него воротники, а для фактуры вы не повредите, да, не сваливайте только. Главное, элемент при стирке, особо его там не мешать, не устраивать его там. Это тоже вот махер, да. Так, вот Макс, даже есть такой козлик, меня сына зовут Максом, и на него козлик нашелся. Потом я узнала, что Макс здесь тоже очень популярная кличка. А это, чтобы вы запомнили про махер уже, и мне эту историю я уже где-то рассказывала на каких-то своих вебинарах, но она очень смешная, надеюсь, вам тоже будет смешно. Девочки, кто уже ее слышал, кто у меня был, простите за повторение. Вот эта же модель, она очень профессиональная, мне она очень нравится. Она на DC Fashion, была в этом же жакете, это фотосессия после. И она этот, значит, жакет одела и говорит, ой, какой легкий, какой теплый, какой классный. А из чего вы его делали? Она латиноязычная модель, но она на английском, мы с ней говорили. Я говорю, this is a mohair. Mohair. Она немножко mohair. И да, и пошла потом на подиум, возвращается, переодевается, там все очень быстро. После показа она у меня спрашивает, а что это еще раз? Скажите, что это? А я говорю, it's a mohair. My hair? Она спросила, это твои волосы? И я тогда, как и все вокруг, просто упали, потому что my hair, вы видите, как more hair, я даже не знала, что это может так звучать. И я подумала, откуда же она подумала, что у меня эти волосы с проседью и кудрявые. Я понимаю, что у меня кудрявые волосы, но чтобы такого цвета. В общем, было очень сложно, что потом я вваливала это в изделие. Но на эко-шоу, вы знаете, на эко-показе, до чего только, наверное, дизайнеры не додумаются. Поэтому она, эта бедная модель, уже ничему не удивлялась. Но мы до сих пор очень с ней смеемся, когда время от времени переписываемся и встречаемся. Я всем рассказываю про my hair. Не лезет ли альпака на изделиях? Если вы выдержали технологию производства, нет, не лезет. Перемешиваем альпаку, либо берем альпаку, о чем я сейчас буду говорить, хорошего грейда. Вот это альпаки. Удивительные животные, я их не видела до приезда сюда. Здесь они очень популярны. Значит, смотрите, вам сделала фотографию. Альпака. Почему она может лезть? Потому что вы используете poor quality, плохого качества альпаку, где много ости. Видите вот эти черные торчащие волосы? Это сострик с живота и с копыт. Вообще его здесь не используют. Мне его отдают бесплатно или там за доллары. Мешок огромный. Он отлично в производстве, в набивке. Каких-то, может быть, этих матрас, на матрасников, знаете, делают из конского волоса. Еще что-то. Идеалишь, вариантишь. Но если вы используете даже на фактуру, не берите. У меня был опыт, когда я обнабивала руку там лет пять назад, когда только сюда приехала. Мне одарили этим низким качеством альпака. Я думаю, боже, какая я счастливая. Просто золото на голову сыпется. И я, директорша, этой же владелице, фермерше, сделала в подарок жакет, выкладывала мериносом все тончайшим, 18 микрон, орнамент из мериноса вырезала красивейный. А все, что вокруг, я думаю, возьму-ка я этим флисом забросаю, чтобы это фактуру дал. И что вы думаете, этот флис расползся по всей жилетке. Он снивелировал весь мой красивый орнамент, тончайший, кружевной, который я там вырезала, еще делала два дня до этого. Пролез насквозь и сыпался под ноги. Не держится никак. Даже если его вмешаете, не мешаете, не просто не берите. Рядышком флис, видите, альпаки, он уже категории С, уже неплохо. Грейда, грейда С, альпака делится на грейды, такого понятия у овечек нету. А, Б, С, вот А, Б, С нормально, далее, Д, Е, там Е, Ж, К, Л, М, Н, не берите ни в коем случае. Вы никак не задержите его. Гасательно альпаки, вот это серый, очень сложно найти альпаку, не крашеную посередине. Это вовсе не то, что вы думаете. Это грязь от лета. Они очень любят вымазываться в глине. Они как лошадки там берут и в этих лужицах где-то. Поэтому вот, когда ты берешь эту альпаку, в особенности, вводит в заблуждение белая альпака. Она потом все выстируется, она получается не кремовая, а белая. Кончики серые, скорее всего, рыженькие такие останутся. Значит, по поводу альпаки грейды. А грейд, это самый дорогой грейд, его очень мало, он очень дорогой, где-то 200-400 долларов за один сострик может быть. Но он просто годится на все виды эко-меха. Серого очень мало, в принципе, животных, как я уже говорила. В побольше, с возрастом эта категория становится все меньше, меньше, меньше. Спускаетесь по алфавиту. Еще для грейда существует понятие royal и baby-альпака. Baby-альпака это вовсе не возраст животного, зачастую возраст, но, как правило, это категория, которая говорит о том, что качество меха очень хорошее. Значит, берите royal, baby-альпаку, royal-альпаку. Это все хорошо на мех, на фактуру до грейда D. A, B, C. D уже может лезть. Так, значит, ну, давайте я вам наконец-то покажу небольшое видео о том, как сортировать флиз, потому что перед тем, как вы делаете эко-мех, я вам сейчас буду показывать на воротники. Смотрите, здесь на всех моделях воротнички. Они сделаны все. Первая из альпаки, серенькая мне этот, именно этот воротничок, я его одела задом наперед, и я его буду в кадре чесать. Второй и третий это овечки. Третий воротник, обратите внимание, он мне очень нравится, потому что это из овечьих ног, с живота, он был такой длинный, какие-то прямо дреды, и его было, к сожалению, не так много, но он был очень живописный, и я из него сделала вот такой вот воротник, поэтому не брезгуйте. Из живота, из ног овечек можно покупать, они там ничем не хуже, главное, чтобы он был не хрупким, не сгнившим этот флиз, чтобы он был упругим. Так, Сережа, ну что, давайте мне помогайте, потому что я, конечно же, здесь заболталась, и я не помню, куда идти. Я иду просто в видео, да, включаю свое? Да, вы его просто поднимаете, включаете, мы его сразу увидим. Ну, давайте попробуем. Видите? Все увидим, да. Ну, давайте говорить тогда об этом. Я буду озвучивать, мне очень немножко странно, да, потому что это часть видеокурса большого по эко-меху. Будем, значит, говорить об эко-мехе, когда и надо, можно остановиться. Я ратую всегда за качество, очень важно качество. Значит, я здесь беспощадно чешу щеткой, воротник, и демонстрирую, что не должен он лезть. Альпаку я всегда расчесываю, в этом ее прелесть. Изделие из альпаки, я здесь ускорила, чтобы вам, вы не смотрели, как я чешу, но я показываю, рассказываю, что ничего не лезет, буквально совсем немножко. Это один из этапов изготовления воротников, когда финальный этап, понятное дело, когда вы его высушили, как и волосы, вам не стоит его расчесывать в мокром состоянии, потому что структура меха, она у вас становится очень такой фрэджайл, вот, и, в общем-то, если на щетке все еще много выпадающих волокон, поработаем еще. Как правило, это рулон и термальная обработка. Я прямо не брезгую тогда, чуть ли не кипятком таким хорошим. Если вы плохо чего-то там не досмотрели, что-то не доделали, то, пожалуйста, вам нужно поработать еще. Все-таки это должно быть, видите, когда у вас вот такое количество, вот тогда можно остановиться. Значит, очень важно в производстве меха, эко-меха, разбирать флиз, не портить шкурку, поэтому я аккуратно высыпаю шкурку, не стиранную, с соринками, не бойтесь соринок, они у вас все в процессе выпадут. Берем такие снопики. Я нахожу самую красивую кучку, где я вижу вершки. У нас там есть вершки и корешки, да. Вы, как видите, где-то это должно быть сантиметров, наверное, 10, 8, 10, 12, вот такого, очень длинного, на эко-мех тоже не надо, откладывайте. В одной шкурке вы можете найти как высокие, большие такие кудряшки, так и маленькие. Они все пригодятся, маленькими удобно заканчивать воротник, самый последний ряд делать. Вот видите, как я удерживаю и не порчу шкурку, удерживаю за верхушки и отодвигаю весь остальной флис. Значит, весь этот флис, который вы не разобрали, разбираю я процентов 80 шкурки, а то, что вы не смогли разобрать, оно потом все у вас пойдет на фактуру, ничего не выбрасывайте. Нормальный фермер вам не положит ни ноги, ни живот. Если вдруг что, просите, чтобы он клал. Видите, здесь ости практически нету. Я не знаю, могу ли я вернуться, но вы видели наверное, что не торчит ничего, поэтому не тратьте время, ну вот основной принцип, сейчас секундочку, давайте, не тратьте время, пожалуйста, у вас остановилось видео, да, я могу так управлять, не тратьте деньги на пересылку, потому что вся эта остина очень тяжелая, и вы с ней ничего не сделаете. А это половина веса может составлять шкурки, потому что большая шкурка альпаки весит где-то от полукилограмма до килограмма, они не очень тяжелые, потому что мех очень крайне легкий, у него совсем другая фактура, а для сравнения, структура волоса, простите, а для сравнения флис этого овечки может весить и 4 килограмма, а может и 6 килограммов, ну то есть вот обращайте на это внимание. так, сейчас давайте я вам покажу, как я рисую свои воротники, да, они у меня бывают двух видов, и просто их заключать, я вот думала, как научить, заключать это такие четырехугольники, это один тип воротника, где один сплошной мех, это он из альпаки, да, кругленькие, это классические симметричные воротники, и вторые, я их называю по принципу банана или же огурца, они вот такие более фристайл, я их люблю делать асимметричные, чтобы один кончик был более закругленный, второй был более вытянутый, потом, видите, еще завязки какие-то там посерединке всегда я использую декоративные волокна, украсить еще дополнительно поверхность. Размер вот этого воротника, сейчас я остановлю, вам скажу, значит, где-то около 80 сантиметров, но вот на этом занятии в онлайне, вернее, для видеоурока я делала поменьше, но по той же технологии. Так, этот более коротенький, он лучше ложится, я перевернула этот цвет основу, основа у меня, как правило, меринос, идет до 25 микрон, вот, вот эта технология более круглого воротника, она более щепетильная, там где-то около 15 рядов кропотливой работы, на что нужно обращать внимание, я вам все, да, там, на хорошую работу над каждым, над каждым этапом. Это все напоминает наращивание волос. Я пишу 1,3, коэффициент усадки, у меня 1,3, я потом, коэффициент усадки, знаете, по длине, получается, чтобы получить 1 метр воротника, вам нужно разложить метр 30, грубо говоря, да, и вот тогда получится вот такую вот усадку. Значит, обращаем внимание, показывая вам еще один воротник по типу банана, разницу видите, тоже щипаю, говорю, что он вам не лезет особо, да, то, что плотность, обратите внимание, хорошо сваленный мех, вот шерсти, там, мериноса, ну, наверное, знаете, грамм 70 уходит туда на основу, на большой воротник, чем он больше, понятное дело, тем больше вам нужно будет шерсти, потому что именно меринос удерживает волокно альпаки, подбирайте меринос под цвет альпаки, вот, и давайте, вот я вам сейчас покажу, как рисовать выкройки, и как они схематично выглядят, один воротник и другой, если это по принципу вот этого банана или огурца, я делаю такой четырехугольник 70 на 30, это будет наша заготовка, отдельные выкройки вам вовсе не нужны, я использую обратную сторону пупырки, я переворачиваю, чтобы маркер не потек на воротник, обращайте внимание, да, на всякий случай, это у меня линейка такая современная, все забирают в линейке, поэтому черчу, чем могу, всегда, и вот, делаю 70 на 30 и начинаю врисовывать вот этот вот банан абсолютно на глаз, нам симметрия здесь не нужна, если вы хотите по принципу банан, да, вот такой, который пристайл, воротник у вас лежит, а не классический, такая, как телефонная трубка, то вы, пожалуйста, не находите там среднюю линию, если вдруг вы хотите идеальную симметрию, находите среднюю линию, сворачиваете и делаете зеркальное такое же ухо, мне в данном случае это не надо, да, как я уже сказала, мне они чем более пристайл, тем для меня они более краше, вы ориентируйтесь сами, так, размер второго, я, наверное, скажу попозже, да, вот сейчас, я его вот сюда вот таким образом схематично, да, чтобы вы понимали, врисовываю, 70 на 30 еще раз, это основа, то, которую мы будем выкладывать мериносом, а потом уже пойдет альпака, либо же пойдет, у меня просто в этом видеоклассе альпака, вы можете использовать любой, спасибо большое, девочки, что пишете, Анастасия, вижу, вижу, так, а это вот, значит, вот этого четырехугольника, 50 на 40, у меня размеры такие, как правило, 50 на 40, здесь нужна асимметрия, видите, среднюю линию, мы делаем такую а-ля телефонную ретро-трубку, и складывая пополам, мы рисуем, на глаз никогда у меня не получается нарисовать все то же самое, поэтому я складываю и прорисовываю, раскладка флиса на два типа воротников, она разная, как вы можете догадаться, на телефон, на нашу вот эту телефонную трубку, классический симметричный воротничок серого цвета, как я вам там чесала его в начале, мы останавливаем флис раскладывать именно в этом месте, видите, да, потому что вот эта дуга, это там, где у нас будет шея, и нам там лишние ворсинки и мех на шее, на затылке не нужен, поэтому мы раскладываем вот именно вот таким образом, ряд за рядом, в отличие от нашего огурца либо банана, мы его раскладываем по всему периметру, раскладываем, раскладываем вот именно те приготовленные кучки, которые мы с вами сортировали, и получается, до того момента, когда мы не уткнемся в нашу декоративную зону, а здесь мы уже можем с вами творчески подойти и украсить шелком, украсить волокнами, пряжами, всем чем угодно, вот, и мне вот эти вот вторые воротники, они мне больше намного нравятся, чем вот эти вот классические, но классические это надо было сделать, если их, чтобы вам продемонстрировать, я вам хочу, вот где, куда уходит последний ряд в классических воротничках, куда можно пришить ленточку, еще что-то, это технологический такой ряд, и хочу вот вам показать качество, что вы до этих рядов не доберетесь, если будете выдерживать технологию, если вы сваляете его качественно, как вот я сделала, я даже хозяйке фермы показывала, она не могла поверить, знаете, не могла поверить, да, я не буду вас утомлять своими работами, потому что время хочу сэкономить, сейчас я выключу это, так, как мне обратно, а-а, не-а, 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 так, надо, наверное, сюда зайти, вот моя презентация, да, видно, я правильно сделала, да, видно, нехорошо, продолжим, так, да, и хозяйка альпачьей фермы не могла долгое время поверить, что это не шкура животного, поэтому, пожалуйста, и стремитесь к совершенству, и у вас будет тогда очень много клиентов, итак, кто хочет научиться валять на практике, вы мне напишите, пожалуйста, хотите ли вы, заинтриговала ли я вас, я хочу вам сказать, что вы знаете, я пример того, что не обязательно быть профессионалом, не обязательно быть конструктором одежды, не обязательно быть партникой-закройщицей, не обязательно быть, иметь художественное образование, какое-либо, у меня не было, к сожалению, времени, но я очень хотела научиться, я очень хотела, и через полгода моего вовлечения с головой, вот, значит, войлока созидания, у меня появились клиенты, у меня появились женщины, которые приходили, потому что они хотели иметь то же самое, и мне понравилась фраза няней в Москве, которая женщина очень трудолюбивая, она говорит, была бы, работа на нашей спине всегда найдется, если у вас есть желание на этом зарабатывать, на этом творчестве, потому что каждая работа будет стимулировать вас к еще большему, спасибо, девочки, спасибо, каждая работа результативная, это ваше детище, и вы посмотрите, что вы можете, вы можете все, и когда мне на DC Fashion спросили, что вы покупаете, вы знаете, какой-то вопрос был, что вы покупаете, какие магазины вы любите, а я в ужасе поняла, что я здесь в магазины не хожу, я ношу все то, что я делаю сама, и я, наверное, подумала, вот так это очень неловкий был момент, они любят вот так вот это шокировать на камеру, и я, ну, джинсы, я только покупаю, кеды, наверное, кроссовки какие-то, все остальное, туфли на каблуке, я купила на две жизни вперед, наверное, еще не сношу каблуки, уж точно не стопчу, ну, и вот, и получается, что все остальное вы можете делать сами, тем более, когда с вами поделится технология, значит, смотрите, я записала, так как я сейчас никуда не езжу, да, я работала над тем, чтобы максимум информации вместить в диски, люди думают, когда они покупают интернет вот эти вот все материалы онлайн, но разжевано там не для профессионала, поэтому, может быть, даже я, знаете, грешу тем, что я разжевываю и говорю слишком просто, потому что я не владела до определенного момента терминологии, вот полочек, вот этих стоечек, каких-то лацканов, я этого не знала, как это все называется, и потом я только узнала, и поэтому я на таком же примитивном уровне и все и объясняю, и в этом, наверное, моя особенность, особенность моих уроков, что объясняю, как для себя вот той пятилетней давности, потому что я помню, как сложно было в этом во всем разобраться, и непрофессионалу, который хочет в минимум времени уже вот завтра сделать там пальто, понимаете, или там сделать маме подарок, или себе, а потом, может быть, у вас и будут заказывать, потому что люди обращают внимание, если вы будете носить. В общем, это то, что я могу вам предложить, и не только все. Сегодня мое любимое платье, вы, наверное, вначале видели, я отвечу еще на вопросы, хорошо, значит, вы видели вначале у меня на манекене то платье, которое вот одето в данном случае на модели, девочка, кстати, наша соотечественница, она из Молдавии, очень приятно здесь делать, видеть наших красивеньких девушек, Оля ее зовут, Олечка, тебе привет, если будешь смотреть где-нибудь записи, может быть, ты даже и сегодня здесь, вот, очень люблю с ней работать, она вот в моем этом платье, любимое, я его решила оставить себе. Я сняла мастер-класс по такому же платью для своей клиентки, оно вот фотографии сбоку, на фоне волочной тоже картины, видите, да, вот здесь вот Оля в моем платье, которое я ношу сама, платье, которое я делала для видеокласса, для урока, оно, значит, на другой размер сделано. Это я его вот одеваю везде, где только можно, потому что оно очень удобно, и под лосины в виде туники, и под брюки, даже если сделать покороче, да, на этой же выкройке, это вот, я в нем отработала три часа, и была, значит, очень довольна. почему я считаю этот класс очень важным и хотела его очень записать, потому что я считаю, что этот класс, не только я, думаю, объективно тоже, два в одном, вы, значит, не только там, я учу вас делать платье в технике бесшовного валяния, а еще и вы делаете вот эти 3D элементы сложные, да, потому что я там уделяю внимание швам, декору, все то, что вы должны знать, на что нужно обращать внимание новичкам, чем можно заменить материалы и все остальное. Это вот какие-то стоп-кадры оттуда. А, да, значит, это не видео. Я узнала у мужа, что расширение видеоматериала одно, а здесь можно рассмотреть, если это я соберу из множества картин, я повесила сверху камеру High Definition, она щелкала, делала макросъемки еще отдельно, отдельных элементов. Это много-много фотографий с поясняющими, с поясняющей информацией, на чем надо останавливаться. Каждую минуту я делала фотографию, то есть вы там какие-то, может быть, это где-то на 50 минут информации. Вы хотите, вернетесь, хотите, остановитесь. Я думаю, что это потрясающе удобный формат. Расскажете мне потом, как это было для вас. Так, значит, ну что, видите, я там в войлочной жилетке тоже не обращала внимания. Даю схемы раскладки, передаю по мере, останавливаюсь, объясняю, что важно, что можно, как я уже сказала, заменить, на каком этапе обратить внимание, что посмотреть. Вот, и... вот то, что вы там увидите некоторые моменты. Ну, мне показался этот формат очень удобным. Значит, да, как вы там можете сделать, это я выкладываю мою розу, и вот эта плавичка, которую я сделала для себя, рядышком просто цветочки для красоты кадра, я там решила делать цветы, мне хотелось какое-то вот такое вот сделать. В этой же технике, да, вы можете сделать и такие цветочки, и какие-то декоры для себя. материалы, значит, как вы проговариваете детально, от чего зависят вот эти цветовые переходы, как их делать, от чего, да, что, какие материалы, какая последовательность, это очень важно, много макро, вот таких вот и готового и процесса. Значит, будете экспериментировать, потому что я, знаете, как я уже говорила в начале, мой вопрос, мне важно было знать, я не хочу ограничивать вас в одном платье, я даю технологию, наверное, потому что в начале своего пути творческого, войлочного я тоже искала технологию. И я помню, как это было непросто, сколько ушло времени, сил, денег, времени, потому что, когда у тебя семья, когда ты хочешь быть и мамой, и женой, и мастером, и внимания клиентам нужно уделить, вот, это все нужно, это все нужно оценить. Да, что в наше время самое дорогое. Поэтому технологию вы получаете и вы идете дальше. Да, и вот это, о чем я говорила, что дешевле учиться на чужих ошибках, нежели на своих, потому что горы материала испорченного тоже дорогого стоят. Поэтапная демонстрация раскладки. Значит, как лучше работать с блокировкой, почему именно с такой блокировкой, потому что я испробовала немножко разные, да, вещи, и я вот, многослойность, тоже, что это такое, для новичков это будет очень доступно. Объясняю, как для себя минус 6 лет назад. поэтому вы будете, если спрашивать, а можно, а можно, а мне научиться, если вдруг я вообще ничего не делал, можно. Значит, вы получите схему раскладки волокон, узнаете, почему и как она влияет на усадку, что влияет на практичность изделия, тоже я на этом важном моменте останавливаюсь, и как это отразится в носке платья. Значит, быстро и эффективная увалка, да, как я это делаю, почему это важно. Что вы получите? Вы получите, помимо этого урока, который по очень демократичной цене я решила в этот раз выставить, и не буду драть в три шкуры, что называется, я не хотела, я хотела сразу этот урок сделать бюджетным, но информативным. Вы получите еще пять выкройек. Это вам позволит одеть не только вашу всю семью. На базе этой выкройки вы можете делать любой подобный силуэт, можете удлинять по прямой, вы можете его.